Звезда тиктока Дина Саева перевела без малого четверть миллиона рублей на постройку бани Свердловской пенсионерки Анварии Хамадиновой. Эти деньги самая популярная в России тиктокерша получила по госконтракту за видеопоздравления, адресованное ветераном, но решила потратить их не на себя, а передать 92-летней женщине, ветерану тыла, живущей в пригороде Екатеринбурга и не имеющей возможности помыться в бане. Сама Дина Саева рекордсменка российского сегмента тиктока, имеющая в этой сети микроблогов более 20 миллионов подписчиков, также связана с Екатеринбургом. К нам в город маленькая таджичка Мадина Басаева перебралась со своей семьей в начале 2000-х из Душанбе. Долгое время семья на новом месте не могла встать на ноги. Как вспоминает сама Дина, в рабочие дни они с матерью, сестрами и братом вынуждены были ночевать в дискотеке, где сторожем работал их отец. В выходные, когда дискотека принимала посетителей, они целыми днями гуляли по Меге, а ночью утились у знакомых. Закончив школу и поступив в колледж Мадина, подрабатывала в Макдональдсе, а после смерти отца в 2019-м осталась единственной кормилицей семьи. После переезда в Москву и получения популярности в соцсетях, Дина Саева стала самой высокооплачиваемой блогершей в России. По данным Forbes, еще полгода назад ее доход составил 5 миллионов рублей. На сегодняшний день уже значительно больше, так как только аккаунт в ТикТоке ей приносит ежемесячно 800 тысяч рублей, а есть еще аккаунт в Инстаграм более чем с 7 миллионами подписчиков. Год назад, в начале пандемии, когда наша жизнь и работа стремительно перемещались в онлайн, государственные органы предложили Дине и другим блогерам разместить на своих страницах поздравления ветеранам. За один такой ролик платили по 200 с лишним тысяч рублей. По словам Саевой, она согласилась, так как и сама уже имела намерение выпустить такое поздравление. Но полученные от государства деньги не потратила, а перевела организатору проекта «Мечта ветерана» Ярославу Селютину для 92-летней жительницы поселка Зеленый Бор, что подверг Непышмой Анварии Хамадиновой. Уроженка Башкирии, оставшись в годы войны без отца, работала вместе с матерью в колхозе. В 1944 году переехала в Свердловск, где сначала работала на торфянике, потом в строительном тресте, а затем до самой пенсии в горячем цехе Уралмаша. Из четырех ее детей у Анварии Звукорнаевны осталась только дочь, тоже уже пожилая женщина, с которой они живут в деревне в частном доме без удобств. Приняв участие в проекте «Мечта ветерана», труженица тыла попросила помощи в постройке бани на участке. Ее мечта вскоре осуществится. Вместе с перечисленными Диной Исаевой 241 тысячью участникам проекта удалось собрать свыше 356 тысяч рублей, которых с лихвой должно хватить на постройку хорошей деревенской бани. Фотоотчет об осуществлении этой мечты организаторы проекта обещали разместить в ближайшее время.